А теперь давайте подумаем, если там внутри, что называется, ничего нет, как же устроена вообще эта картинка. Вот, знаете, у нас отсюда бил источник чего-то хорошего, и он там упал, и вот все, что он намыл, это есть у нас, вот это вот наша красная линия. Давайте подумаем, как она устроена, какие, 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 вот из чего она стоит, факты. Вот граф, который я буду называть красный граф, вот он состоит из таких штучек, да, он может быть довольно-таки, здесь могут быть отдельные ребра, может быть разбилки, Это все, пожалуйста. Но, вот в такой графе на самом деле нет ни одного тета под графом. Это совсем очевидный факт, но давайте... Вот, не знаю, значит, есть рассказы о том, что там город Амстердам, там построили дамбу, потом построили еще дамбу, но насыпали, и вот у них там, значит, вот, там, аж ни живого ни моря, ни живого. Вот, попытайтесь на эту тему думать сейчас, и вам сразу станет легче. То есть, у вас есть такое вот, распространившееся от А, Б, вот это вот вкусное, хорошее вещество, и у вас есть граница, которую оно омывает. Почему не может оно омывать, почему не может быть вот две точки, которые соединены тремя путями? Да, абсолютно понятно. Потому что, если у вас А, Б расположено вот здесь, то за пределы этой штуки уже не выйдет. Если А, Б расположено здесь, то не выйдет за пределы этой штуки. Если А, Б расположено вот здесь, то вот эту штуку не будет границ. Идите, вы поняли? Значит, у меня граф, который, давайте поймем, что такое этот красный граф? Граф, который, поскольку серого нет, поскольку черного нет, да, который получается, когда стянули ребро А, Б, а ребро А, Б было любой ребро. Когда стянули ребро А, Б, да, то и выбросили все ребра, выходящие из полученной точки А, Б, то вот в этом полученном графе нет никакого тета под графа. Нет под графа вот такой, это очень важно, но вот это надо подумать и понять. То есть А, Б это любое ребро, и вот мы сделали действительно, среди вот этих вот красных линий тета под граф абсолютно невозможен. Замечательно.